Поговорим о группе, точнее поговорим о цели группы. Какова же цель группы и как ее объясняют каббалисты? Да, давайте зачитаем. Итак, каббалисты описали нам следующим образом цель группы. Цель собрания товарищей – заложить основы строения группы для всех тех, кто заинтересован идти методикой Бааля Сулама, которая представляет путь, позволяющий подниматься по ступеням человека. И как же все начиналось? У этого есть очень интересная история. Очень богатая история, очень удивительная история. Действительно, каббалисты всегда занимались в группах и всегда передавались от учителя к ученику все знания. Итак, сейчас мы хотели бы сконцентрироваться на трех буквально огромных таких каббалистах – Бааля Сулам, Рабаши и Михаил Лайтман. В начале 80-х годов, когда наш преподаватель Михаил Лайтман привел группу к Рабашу, к своему учителю учеников и начал давать им лекции, он задался вопросом, а что же им давать? Что я буду преподавать? Что я могу давать? Начал цикл статей, которые он начал писать на маленьком клочке бумажки, по-моему, от сигаретной бумажки. И эти статьи легли в основу нашей всей практической работы. Очень интересно, как же в основу этой работы лег метод, метод Бааля Сулама. И поскольку все начало берет из духовного мира, из мира бесконечности, как же это описывает каббалисты? Из этого состояния, где находится в полном слиянии свет и желания, происходит нисхождение вниз, до некой точки, которая называется Малхут, ниже которой лежит этот мир, ощущаемый в наших пяти органах чувств и ощущаемые желаниями. Это как секс, семья, кровь, богатство, власть и знания. Это мы еще называем нашим миром. И высший мир, это все человечество и самое главное состояние, первое состояние, группа. Что же это состояние такое? В этой точке раскрывается необходимость связи с внешним миром. И это проявляется в человеке как ощущение важности. Или важности того, что он находит в этом мире, или утопает в эгоизме. Или же находится в раскрытии высшего мира, соединяясь, находя в себе силы, соединения и раскрытие желания, которые открываются ему в себе подобных, в высшем человеке. И так, раскрывая все больше и больше желания, поднимается выше, до полного слияния с Творцом. И этот подъем мы называем, вот это первое слияние, вот эта сила, которая воздействует, вот эта первая сила, которая позволяет человеку выйти из себя, она называется одной 125-й ступенью. И далее, по этим ступеням, которые я писал в своем методе Байю Сулам, по мирам Асия и Церабрия, Ацелут и Адам Кадмон, происходит подъем до полного слияния. Вообще удивительно, насколько все исходит из природы человека. Насколько ему важно его чувства, его мысли, его устремления, его желания, его намерения. Это называется наш мир. Это называется мир, в котором мы живем, в котором мы дышим. А если же он пропитывается желаниями, которые вот написаны, нарисованы на этом чертеже, товарищи, которые устремляются к духовному выходу из себя, то тогда при помощи этих самых сил, которые он получает от группы, от соединения с товарищами, он выходит в область, которая называется мир духовный. И когда он теряет вот эту связь, в нем происходит, раскрывается еще свойство, которое называется трепет. Да. А трепет, это причина, трепет перед Творцом, это причина творения. То есть трепет, по-настоящему, это страх использовать желания для собственного самонаслаждения. То есть падать свой эгоизм, постоянно жить именно мыслями, желаниями других духовных. Еще мы говорим, что когда мы раскрываем в себе это свойство трепет, то есть я животное, которое раскрывает в себе это свойство, перехожу на следующую степень, которая называется ступенью человека. Совершенно верно. Причина, по которой творение не получает благо и усладу из-за различия свойств между Творцом и ними. То есть любое состояние, где мы ощущаем как различие свойствах, оно ощущается в нами как страх, трепет. Совершенно верно. И, наконец, последнее. Во время выполнения заповеди человек обязан соблюдать намерение насладить Творца. То есть человек должен всегда заботиться о том, чтобы у него были желания к отдаче, к выходу из себя, к любви, к соединению с другими. Ну давай подведем черту. Давайте подведем черту. Итак, группа это тот костяк, это то место, без которого невозможно раскрытие Творца, невозможно раскрытие связи. Как мы говорили, она определяется важностью. Какие же принципы определяет группа? Совершенно верно. Итак, это самая важность, эти принципы. Первый. В группе должен царствовать дух отдачи Творцу. Или устремление выхода из себя, желание к отдаче, поскольку это делает нас равными по свойствам с Творцом. Средство достижения отдачи Творцу это отдача человеку. Только через отдачу себе подобному, который устремлен и которого обуревает такая же цель, мы достигаем отдачи Творцу. И, наконец, последнее средство достижения отдачи человеку, самоаннулирование, самоотмена. То есть, важность, которую мы придаем желаниям, которые находятся в объединении между товарищами, между собранием товарищей, которые собрались ради того, чтобы подняться над своей природой. А эта важность должна постоянно возрастать. Мы каждый из них должны пропитываться как самым-самым дорогим горючим, который у нас есть, подниматься на нашей природе, которая называется эгоизм. Эгоизм.